Кажется, нет на площади места, где не был бы слышен заливистый детский смех. Радость и веселье заполонили практически всю территорию ледового городка. И легкий морозец не стал тому помехой. Да и мерзнуть маленьким березняковцам было некогда, ведь нужно столько всего успеть. Покататься на ледянке, с Дедом Морозом поговорить, стихом рассказать и приз получить от Деда Мороза. Люблю Новый год и буду участвовать в играх. Ты уже успела поучаствовать в играх? Да. Ну, подарок получилась? Да. Сладкие призы вручали всем детям, кто принял участие в квесте и интерактивных играх. Ребята делились на команды, искали зашифрованные места, на перегонки строили башни из кубиков и передавали игрушечные гантели. А в перерывах танцевали вместе со свинкой Пеппой. Помимо конкурсов, ребят ждали и Дед Мороз со Снегурочкой. Чтобы пообщаться с ними, дети вместе с родителями выстраивались в очередь. Каждому хотелось заглянуть в глаза волшебному дедушке и рассказать ему стихотворение. А кто-то даже принес письмо, чтобы передать его лично в руки. Письмо Дедушке Морозу. Так, ну, Снегурочка, помогай. Так, ну, не помогай. Праздник открытия Ледового городка не оставил равнодушными ни детей, ни их родителей. Пока малыши веселились, взрослые гуляли по площади, разглядывая скульптуры. Напомню, в этом году вся композиция выполнена по мотивам сказки «Щелкунчик и мышиный король». Влада Фельска, Степан Некрасов. Новости Верхникамия.